Добро пожаловать на мою страничку. Всем спасибо кто посетил и подписался. Полноразмерный автомобиль с открытым верхом, уже в названии угадывается суть автомобиля, командир, командующий, полководец, перевод с греческого. Но этот автомобиль шокирует не только названием. Именно на марке Бьюик Центурион впервые в мире в 1956 году была применена камера заднего вида. Продолжение следует... Двигатель 7,5 бензиновый, 300 лошадиных сил. Автоматическая коробка передач, задний привод машина 1974 года выпуска. Автомобиль этот был на резине с белой полосой, но пару лет назад она сгнила окончательно, резина была года выпуска авто, я вздохнул и купил бу-комплект от джипика и отездил пару лет. Но хотелось белую полосу и тут подвернулось пять таких колес мало бу, я поставил и радуюсь, вроде так топа лучше будет. Там где менял резину, хорошее оборудование и мастер внимательный. Очень странный был сегодня день, меня попросили помочь в организации сюрприза, я оделся как франк, костюм в полосочку, начистил ботиночки, откопал машину и прибыл, как скорый по расписанию. Но погода оказалась нелетной, тучи крыли неба свинцом, ветер завывал волком. А метель пыталась занять все свободное место во рту, ушах, глазах, я дополз до стоянки дрифтя как токийское, хотел поделать фото, но получилось что получилось, весна идет, весне дорогу. Сколько раз я слышал, зачем эти старые ведра только мешают ездить, жут много, ездят медленно. Я считаю ездить на таком автомобиле это театральное представление, кино, шоу. Я вижу улыбки на лицах людей, отцы рассказывают своим сыновьям, это волга, это победа, это бьют. Все выставки и показы, некоммерческие проекты, мы любим общаться и немного хвастаться. Моем мы в друзей перед каждой поездкой, а так как пачкаться не успевают, то и тратиться не нужно. Пришел трамблер с проводами, трех раза заказывали, и вот получили, что надо, сегодня воткнули. На днях будем заводить, почему решили поменять, как только поменяли в трамблере контакты. Кулачки начали подгорать, видимо такие запчасти, вот и купили трамбл бесконтактный. Даже очень надежные автомобили прошлого века требуют внимания, заехал в Техтазик осмотреть автомобиль, поменять масло. Поставить петлю капота, на соседнем подъемнике стоял тоже Бьюик, может они уже встречались в далекой Америке. Всю зиму, простоял автомобиль и я не заводил его, а тут снежок подтаял, я завел точилу и прокатился, нужно было проверить, как себя чувствует АКПП после ремонта. Коробус переключает, но как-то поздновато, на больших оборотах, надо прогревать, обкатывать, там будет видно, пришлось стачивать корпус посадки, интересно то, что по номеру деталей все сходится. Но корпуса новых стартеров почти на СМ больше, такие дела. Расход топлива небольшой 30-35 литров на 100 километров. Приветствую всех, кто зашел на мою страничку. Подписывайтесь, оценивайте. Приветствую всех, кто зашел на мою страничку.